Кашихабльский район богат замечательными и талантливыми людьми. Мы неоднократно знакомили вас с некоторыми из них. Сегодня речь пойдет о личности, влюбленной в свою работу, болеющей тем, чем она занимается. Согласитесь, что когда человек любит свое дело, это всегда видно невооруженным глазом. С 1988 года Аминет Кашиева работает в сельской библиотеке Аула Плечипсин. Несмотря на то, что изначально в жизни у нее была другая профессия, это не помешало ей вот уже 33 года работать в этом учреждении. Я родилась в ауле Джамбичи Красногвардейского района в семье Шаковых. Многодетная семья у нас. И после окончания средней школы я выбрала профессию технолога. Успешно закончила Ростовский технологический техникум. Поступила, дальше продолжила учебу в Московском вузе. По специальности у меня инженер-технолог, диплом хранения и технологии переработки зерна. Много лет работала в городе Майкопе в отрасли пищевой промышленности. А по семейным обстоятельствам с 1986 года живу и работаю в ауле Блечипсин. У меня есть опыт работы библиотекаря. Раньше в молодости я работала в школьной библиотеке. И с 1988 года по сей день я работаю в Блечипсинской сельской библиотеке в нашем ауле. Благодаря национальному проекту «Культура» в Блечипсинском сельском поселении появилась новая модельная библиотека, отвечающая всем современным требованиям. Посетив ее, вы не захотите уходить. Обновленный книжный фонд, большой зал, разбитый по кабинетам, интересный и красочный интерьер. Все это вы найдете именно здесь. Это большой плюс для нас, для нашей работы. Тем более это вот такое создать историческое событие, это для нашего аула, культурной жизни. Потому что всем хочется, но не всем удается так. Мы, наша библиотека приняла участие во всероссийском конкурсе на создание модельной, для создания и развития модельных библиотек. И наша библиотека стала одним из победителей нацпроекта «Культура». Это совсем другие формы работы, другой формат. И хочу сказать, что были созданы комфортные условия для пользователей, безлимитный интернет. Полностью мы закупили современное оборудование техническое, новые программы, новая площадь увеличилась. У нас две комнатки были по 40 квадратных метров. Теперь общая площадь второго этажа больше 160. Вы представляете, какие удобства, какие возможности. Подключенный скоростной интернет, возможности есть, почта электронная зайти, сделать для любых категорий. Есть компьютерная система, там есть специальный компьютерный стол рабочий для инвалидов, для слабовидящих. Мы получили много литературы, 1107 экземпляров пополнился наш фонд. Фонд у нас универсальный. Много краеведческой литературы. Художественная литература сохранилась с времен советской. Получили много иностранной литературы. Для детской новое, совсем новое издание новых авторов детских, много энциклопедий, много словарей мы получили. У нас много возможностей для шести лет. Специально мы поделили этаж на так называемые зоны. У нас есть зона рецепшн для рабочий стол. У нас есть зона, одна зона у нас мы сделали хачач, это культура. Мы там все проводим. Вы, как вы знаете, у нас много из нашего аула, наши свои писатели, поэты, композиторы, музыканты. Мы их ценим, уважаем, чтим, потому что много мероприятий мы проводим в этой комнате. Зона хачач, это мы специально приглашаем знаменитые люди аула. Хотим, это все мы делаем с энтузиазмом, чтобы людям нашим было приятно, интересно проводить встречи. Мы пользуемся новыми формами, много сейчас мероприятий проводим. У нас есть зона компьютерная, зона отдыха есть на свежем воздухе, на балконе. По основным показателям мы должны план выполнить, да, посещаемость, книга-выдача. Вот это все после модернизации у нас показатели увеличились. Ну, это все делаем для населения, для подрастающего поколения. Это у нас есть рядом школа, рядом садик. Очень интересно и нам работать, потому что у нас есть возможности. По словам заведующей, после открытия модельной библиотеки стало проще и легче привлекать новых читателей, ведь им есть что выбрать. С ваших слов мы поняли, что посетителей стало, несомненно, больше, что желания у детей стало больше посещать библиотеку. Несомненно, в таких комфортных условиях им и лучше занимаются. Как часто они приходят и надолго ли они задерживаются в библиотеке? Ну да, они в основном, сейчас же пятидневка, они в основном, начальные классы приходят после двух, они почти все классы приходят у нас, но в основном гуртом идут малыши, а потом уже после, мы проводим вот с часу до четырех мероприятия, а потом все возрастные категории. Старшие классы приходят по четвертого, вот так, они до закрытия, они задерживаются. Сейчас подготовка к экзаменам. Некоторая молодежь проходит курсы водительские, да, они на компьютерах тесты учат, тестирование. Много молодежи. Самое интересное, то, что нам было, вот по работе нам было трудно привлекать молодых семей. Вот у нас праздники, дни семьи, да, дни молодежи. Вот это нам трудновато было, потому что они были всегда заняты своими детками, да. А теперь нам интересно, мне самой интересно и удобно работать с таким возрастом, потому что наша молодежь идет, забирает своих деток с садика. Они приходят после садика, после школы, они приходят, занимаются. У нас комната есть для деток, специально детская комната, литература своя, телевизор. Они, мамы могут пообщаться с детьми, а мамы могут выбрать в общем фонде. Пока мама собирается, выбирает книгу, библиотекарь занимается детьми. Они играют, сказки читают, можно и кроссворды, можно и шахматы, потому что им удобно стало, молодые мамы занимаются воспитанием своих детей. У нас юные читатели, много юных читателей появились, дошкалят. Вот вы говорите, что вы стали проводить больше мероприятий. На сегодняшний день вы готовитесь к какому-то определенному дню? Да, у нас завтра будет встреча с нашими юными чемпионами футбола. У них тренер Заур Корольбевич, и они придут после занятия, мы проведем юных футболистов. Встреча с юными нашими, они медалисты, с кубками, с наградами. Мы хотим завтра провести встречу с юными футболистами. А в каком формате будет проходить встреча? Что вы планируете делать? Мы хотим... Сначала мы расскажем о футболе, потом мини-викторина. Как они... Не только играть в футбол, но они должны же историю интересоваться, какие любители они или это. А мы про футбол мини-викторину составили. А потом мы должны, если погода будет, на улице выйдем, на свежем воздухе. А мы, как говорится, приемы футбола мы покажем, на что они способны. Вот такие соревнования, конкурсы будут по футболу. А какая возрастная категория детей будет принимать участие? Мы хотим с нашей школы, с средней школы пригласить всех участников соревнований. С 12 до 16 лет. Всех приглашаем в гости. Им интересно. Много-много детской энциклопедии, много детских книг мы получили. Почта, мы с там, да вот это, вот эти журналы, печатные издания у нас очень много. Это 85 экземпляров джафа дот, кодду. И возрастные категории из 6, 12, 16, плюс даже для юношества журналы, для взрослых журналы по разным отраслям знаний журналы. Очень хороший, очень хороший проект, замечательный проект. Как руководитель библиотеки, Аминет очень довольна своим коллективом. Они добросовестно выполняют свою работу и всегда рады новым посетителям. Ну, после модернизации у нас штат увеличился на одну единицу. У нас девочки-профессионалы. Это Кедокоева Сусана Нурбиевна и у нас молодой специалист Балокова Эльвира Хасанбиевна. Она в этом году, как раз она в данный момент на сессии, она в этом году заканчивает. По специальности она учится в колледже, у нее высшее образование, но дополнительно она заканчивает, чтобы в дальнейшем она знала свою работу, интересуется она, как новый человек, старается вникнуть в нашу работу. Открытие современной библиотеки позволило ее сотрудникам проводить больше различных мероприятий. В этом активное участие принимают общеобразователи учреждения поселения. Да, мы давно сотрудничаем. У нас в ауле два сатика, школа, администрация. Активное участие принимаем во всех мероприятиях. Совместные мероприятия проводим, особенно со школой, со старшеклассниками. Связь поддерживаем, давнешняя связь поддерживает и нас поддерживает администрация. Поселение у нас молодой руководитель, но он нас понимает, помогает во всем, помогает спонсоры. Большую часть своего времени проводите на работе в библиотеке. Как вам удается совмещать работу и семейную жизнь? Успеваете ли вы по дому? Как семья к этому относится? Ну да, много времени проводим мы на работе. Члены семьи меня поддерживают. Я иногда задерживаюсь на работе, потому что готовиться к завтрашнему мероприятию. Бывает, мы задерживаемся. Бывает, что приходится и иногда и дома ничего не успеваем, и на работе вот это все. Но семья в основном меня поддерживает, помогает. В общении с нами Аминет от души благодарила руководство культуры республики, района и всех тех, кто принял непосредственное участие в реконструкции библиотеки. Наш визит был не случайным. 10 апреля эта прекрасная женщина отметит юбилейную дату. Мы искренне от всего сердца поздравляем ее, желаем здоровья и дальнейших успехов в работе. Натусик Чмезова, Сергей Лобынцев. Новости Кашхабльского района.